здравствуйте это техника здоровья программа которая рассказывает о технике позволяющей нам оставаться здоровыми и счастливыми и мы ее ведущие ольга лебедь и сергей рябов оль о чем сегодня ты нам расскажешь сегодня будет разговор о масло пресса даже так насколько я знаю мы масло покупаем всегда в магазинах а вот чтобы домашних условиях изготавливать я такого не слышал изначально масло всегда делали во все века каждый для себя то есть просто более древними способами наверное а теперь появились очень прекрасные такие аппараты для отжима масла который нам помогает это все сделать максимально чисто с высоким кпд и собственно как бы оставаться потом с чистыми ручками а для чего нужно изготавливать масло именно дома к сожалению сейчас не всем производителям можно доверять в погоне за удешевлением естественно прибегают ко многим хитростям либо попадаются недобросовестные производители то есть лучше это контролировать самим если вы уже занимаетесь более серьезно питанием здоровым опять же широк очень видов масел то есть масло можно сжать в принципе из чего угодно это и орехи и зерна семечки использовать не только в кулинарии но и в косметических целях и в лечебных целях но вот у нас на столе представлен большой выбор продуктов из которых можно изготовить я так понимаю это не весь арсенал конечно не весь да это в принципе достаточно такие основные кунжут лен расторопша например и тыквенные семечки или масло грецкого ореха либо даже кокосовое масло тоже можно делать и экзотику можно сделать в наших домашних условиях да и опять же вы можете сделать себе по чуть-чуть она останется у вас максимально свежим масло не любит солнечный свет и поэтому его лучше всегда хранить в холодильнике в темной бутылке так как она достаточно быстро портится оля вкусовые качества они различаются чем-то по вкусу безусловно я как раз сегодня будет такая возможность попробовать лично убедиться у тебя так как свежее масло оно практически из любого продукта необычайно нежный аромат кстати очень часто встречаешься что люди не едят льняное масло оно кажется горьким невкусным но когда вы попробуете свежее льняное масло вы навсегда останетесь его приверженец потому что оно очень вкусное редкие масла они более дорогие их реже покупают дольше хранятся к сожалению они теряют свои и вкусовые качества ну и полезные тоже уходят а еще такой вопрос хранить масло можно в пластмассовой посуде или желательно все-таки стекле только стекло хорошо давай тогда перейдем непосредственно к масло прессом которые здесь находятся расскажи о них поподробнее о каждом какие виды в принципе бывают ну самый простой вариант это ручные модели буквально принцип какой-то мясорубки они из чагуна либо стали сделаны буквально вечные это например голландская модель то что представлено у нас на рынке на так более аккуратная ну прилагая какую-то мускульную силу здесь еще идет горелочка легкий подогрев вот и вручную конечно производительность достаточно низкая но зато здесь нечему ломаться она не привязана к электричеству можно брать куда-то с собой какими-то маленькими портами небольшими делать то есть ручные безусловно всегда пользуются популярностью и наверное всегда останутся в арсенале более современные модели конечно электрические есть гидравлика когда под прессом выжимается масло гидравлические модели есть шнековые когда внутри вот шнек идет как у нас вот здесь представлены и вот с помощью вот этой отжимной корзины и шнека внутри идет тоже поджим маслом причем есть горячий нагрев и без нагрева можно выжимать хочу сказать вот такой достаточно современной модели то есть это соковыжималка чешская модель одношнековая горизонтальная и вы ее используете как соковыжималку но вот к ней совсем недавно появилась такая насадка маслопресс вот так она выглядит получается вы легким движением снимаете насадку для отжима сока и брюки превращаются в элегантные шорты соковыжималка превращается в маслопресс да все верно и вы уже можете джимать это насадка комплекте или можно приобрести она отдельно продается вот тоже вот очень удобно если еще у кого-то нет соковыжималки вы подумаете то можно рассмотреть эту модель зависимости от мощности мотора от величины например там шнека зависит производительность если для себя какие-то небольшие объемы то ну в принципе это вот домашние варианты которые вас удовлетворят то есть в чем плюс электрических вы просто включили сразу в розетку засыпаете семечки собственно и у вас уже масло через пять минут готовы свежее масло говоря небольших объемов это сколько цифрах можно ну вот эта модель может работать полчаса без перерыва за полчаса вы дожмете ну литр литр даже больше наверное литра полтора масла если вам нужен один вид ну и неважно какой вид засыпали другой все это достаточно очень удобно при условии то что мы как правило как раз таки покупаем литровый либо половина литра в магазин да да вот эта моделька на китайский производитель она достаточно недавно у нас на рынке но она отличается большей производительностью и это уже такая полукоммерческая модель она может работать три часа без отдыха и в принципе можно уже даже использовать на каких-то мини производствах либо как-то в складчину с друзьями например тоже приобрести сделана она из нержавеющей стали 304 пробы достаточно прочная очень качественная редукторный мотор то есть ну как бы вот ломаться здесь особо тоже нечему вам покажу как это все дело разбирается то есть все все очень просто шнек нажимая корзина как конструктор да уже очень хорошо продумана система вентиляции поэтому может так долго работать вот где приобрести можно такие масла пресса как правило это специализированных интернет-магазина масс-маркет такие вещи не продает мы можем протестировать наши модели ура начинается моя любимая часть передачи да с чего начнем можно например взять тыквенные семечки попробовать сделать тыквенное масло они не обжарены конечно все сырое очень частый вопрос про кпд кпд зависит от очень здорово от выбора семян насколько они свежие насколько культуры масляничные потому что их оказывается очень много там того же подсолнечник очень много видов и как определить даже не зная название сортов когда вы выбираете например на рынке или в магазине разные можно просто определить по семечке масляничные культуры они более серые семечки такие более маслянистые и если их раздавить то есть прямо станет буквально рыжий такой маслянистый след у вас это означает что сорт маслянистый с него будет больше выход масла ппд такое когда семечки обжаривают то выход масла увеличивается и при нагреве при большом тоже выход масла увеличивается но она теряет свои свойства это опять из тех как бы минусов больших производителей на что сильно они об этом конечно не будут задумываться если вы хотите оставить живым продукт то вы уже сами видите на какой температуре вы отжимаете и насколько у вас свежие семена то есть температура тоже выставляется или она идет автоматизирована уже запрограммирована в самом а в самой машине надо читать характеристики каждого прибора что они закладываются например вот этот аппарат здесь идет холодный отжим то есть не выше 40 градусов в этом приборе есть две отдельные кнопочки то есть сначала вы можете включить просто сам аппарат вы его включаете например он работает и тогда он отжимает без нагрева и отдельно включается нагрев красная кнопка нагрев вот и получается у вас идет уже с нагревом сложно чередовать просто не все семена отжимаются при холодном отжиме есть некоторые культуры которые к сожалению холодным то есть там будет крайне низкий кпд и не получится то есть все зависит немножко в характеристик как как сделан сам именно шнек по какому принципу здесь нагревательный элемент он сверху нагревается именно он и когда вы отжимаете масло мы как раз его замерим температуру оно не превышает нагрев даже если у вас включен нагрев не превышает 40 градусов выход масла нагревается больше жмых который выходит чтобы он легче легче выходил то есть эта особенность вот этого именно прибора этим он и хорош он конечно дороговато стоит но на самом деле в большей перспективе это потом очень здорово себя окупает и качество масла и его полезные свойства нельзя отжимать влажные семена это одна из особенностей в принципе всех их надо чтобы это все было сухое начал можете ну конечно тот ничего сильно не испортится но вам придется лишний раз это все разбирать чистить и не будет такого выхода масла еще место произрастания семян то есть вот много таких нюансов которые влияют на кпд и в среднем кпд идет где-то 50 процентов то есть какие-то культуры менее масляничные от 20 25 процентов до 60 вот в этих пределах все примерно варьируется но в любом случае это будет точно говорю вам дешевле потому что коммерчески тоже ведь зарабатывать все производители масла и полезнее да все все что ты делаешь сам конечно оно в разы полезнее главное научиться это встраивать в нашу современную жизнь и все успевать а в этом помогает хорошего современные приборы о чем мы каждый раз и рассказываем ну что ж начнем перейдем непосредственно к изготовлению да начнем включаю прибор масло практически все получается в начале мутное то есть оно должно еще отстояться где-то около восьми часов тогда очень она осаживается этот осадок и его аккуратненько перелить то есть процедить через через сетечку и слить вот этот верхний светлый слой в темную бутылку и уже ставим в холодильник на хранение то есть надо обязательно хранить в холодильнике масло из магазинов храню просто если оно рафинированное на него уже это не влияет а если масло у вас живое конечно лучше в холодильнике хорошо расскажи пожалуйста масло где у нас капает я вижу а вот здесь что это жмых это жмых то что остается и очень многие жмых в принципе кто такие опытные кулинары тоже используют добавляют либо хлебцы которые идут за гидратора например жмых от подсолнечника это халва такая живая уже тоже есть безотходное производство конечно от орехов жмых это тоже пойдет вам явно потом пригодится в хозяйстве так скажем как масляный пресс это легко да ко всем обычно идут масло прессом какие-то либо варежки либо хваталки чтобы потом не обжечься вот что у нас получилось масло мутное достаточно еще раз повторюсь что его надо отстаивать обязательно часов 8 тогда она вот приобретет тот уже вид нам такой привычный прозрачный как положено после тыквенного после тыквенного масла да действительно очень свежий такой насыщенный аромат а из чего мы будем изготавливать следующее масло следующее что мы будем делать это льняное масло оно очень полезно это живая омега-3 издревле на руси всегда она делалась и мне бы хотелось чтобы тебе была возможность попробовать и сравнить свежего отжима масла и то что продается в магазинах но как ты знаешь сравнивать и тестировать я делаю с удовольствием отлично тогда приступим к система изготовления абсолютно ничем не отличается от предыдущей верно все верно делаем очень тяжелую работу нажимаем на кнопку на кнопку самое главное чтобы семена были чистые без каких-то примесей камушков или мусора это то что может повредить шнек как можно употреблять это жмышка в принципе можно попробовать прямо из тарелки руками да он с удовольствием дал действительно теплый и он очень вкусный он похож на отруби да но это и есть чистые клетчатка как хлебцы тоже такое безотходное производство белый лен немножко отличается от коричневого коричневый считается более лечебными свойствами обладает но белый более нежнее и как-то он как кондитерский то есть он в него вкус более изыскан скажем так так ну и цвет масла самого у нас отличается от тыквенного да да она более светлее и желтее когда сядет она будет прям практически прозрачная светлая коричневый лен естественно даст такой более коричневый оттенок кстати мы можем померить температуру масло но быстро не остывает 38 и 1 это была максимальная температура она пошла вот сейчас вниз колеблется уже не обманул не обманул оля что же мы делаем далее дальше мы сделаем черный кунжут я могу убирать да давай расчистим пространство так армен продукции свежее вот опять же можно понюхать масло наверно даже попробовать ложка прям ложкой да попробуй чуть-чуть как это на вкус свежее масло ну честно не горчит ли она я впервые пробую нет она абсолютно не горчит единственное что я могу сказать на данный момент что она теплая да еще сохранилось тепло очень нежный аромат такой тонкий кстати он и на вкус такой же как и аромат очень схожим следующий пошел как говорится кунжут кунжут и цветом я так понимаю тоже будет темным конечно черный кунжут необычайно полезен в юрведе он на используется очень широко и в лечебных целях и в косметических натирают суставы делают массаж ног на ночь это считается очень здорово улучшает сон нервную систему успокаивает есть такой рецепт когда можно полоскать свежим кунжут маслом черного кунжута рот утром то есть берете глоточек масла и с ним ходите от пяти до пятнадцати минут просто полоская рот это очень здорово вытягивает токсины из ротовой полости и оздоравливает ваши десны зубы зубы отбеливаются кстати вот так что можете поэкспериментировать конечно это не за неделю все происходит это несколько месяцев по годика надо поупражняться также хочется отметить что и на выходе мы получаем уже такие хлопья скажем так они выглядят действительно как хлопья тоже теплые отличается от предпущих у этого масло пресса больше производительность но он и подороже потому что уже считается полупрофессиональная коммерческая модель кстати при очень таких скромных размерах потому что все что коммерческое оно обычно уже прям как-то отличается в разы а насколько чаша для засыпания то есть это надо регулярно подсыпать и подсыпать верно да конечно все равно его не оставишь надо присматривать за этим если вдруг что-то застоприлось всегда есть функция реверс и периодически если вы долго отжимаете масло лучше включать эту функцию реверс чтобы у вас ну как бы лучше шоу-процесс глажит так скажем шоу-процесс глажит шоу-процесс глажит шоу-процесс глажит готово наше черное золото нефть которую можно употреблять мы уже приготовили ну на самом деле оно осядет и постоит ночь и оно станет абсолютно прозрачным все это уйдет то есть весь осадок уйдет полностью вниз который сейчас дает свет уйдет да и этот осадок на самом деле потом можно будет тоже использовать какие-то соусы потому что он очень богат микроэлементами как-то даже прям рука не поднимается его совсем выбрасывать давайте попробуем сделать более редкие масла например как амарантовая такое ни разу не слышал семена амаранта смесь семян разных оно ценится противораковыми свойствами содержит очень редкий стволен элемент который на самом деле содержится только в печени акулы витамины D, E и целый комплекс мультивитамины они на самом деле все масла очень богаты поэтому так важно все это делать свежим небольшими порциями потому что просто употребляя даже по чуть-чуть вы всегда закроете ну омегу-3 это такой самый жизненно необходимый элемент для нашего организма для функции нашего мозга это продление молодости именно молодости такой активной альцгеймера профилактика болезни ну то есть в общем то об этом во всем очень много написано не будем повторяться просто покажем как это все делается я предлагаю засыпать включаем здесь я смотрю масло наше уже готово масло готово теперь хочу вам показать одну интересную вещь семечки облепихи ну еще с каким-то вот с кожушками вот я это высушила предварительно в дегидраторе и хочу теперь выжать тоже масло у нас получится чистое облепиховое масло из жмыха из жмыха и семян облепиховых ягод вот масла конечно будет немного потому что у нас немного исходного продукта но с другой стороны облепиховое масло владает такими колоссальными лечебными свойствами и чаще всего используется на раны либо при язве пьют на голодный желудок сам я однократно использовал облепиховое масло именно в лечебных целях накладывал на раны действительно помогает скорейшему заживлению вот есть возможность сделать это тоже самим я уже это на самом деле делала ранее поэтому хочу поделиться такой интересной своей находкой так засыпаем наше маслице готово хочется отметить то что это прекрасный аромат он достаточно яркий и душистый именно аромат облепихи так что в принципе наши небольшие тесты показали что все работает что все можно сделать и маслопресс получается не самая последняя вещь в хозяйстве хорошо в завершении нашей программы давай как-то эту всю историю объединим еще раз вкратце расскажем то что существует два вида маслопресса это ручной и именно автоматизированный ну и электрический правда еще можно сказать про гидравлику есть гидравлический пресс это тоже достаточно большая такая категория которая здесь не представлена вот но мы сейчас рассматривали как раз домашние варианты электрических маслопрессов то что можно использовать в хозяйстве есть вот такие совместные модели с соковыжималкой такие как сана чешская прекрасная модель где идет отдельная насадка под масло она очень качественно сделана вот очень приятная с нержавейки вся либо просто чистые уже маслопрессы немножко разной производительности цена от этого варьируется именно от какой-то производительности от того насколько она делает точный нагрев ну сам принцип он идет одинаковый у всех одинаковый и использовать крупы зерна или продукты которые нам необходимы для того чтобы изготовить это масло тоже достаточно большой спектр да все верно и хочется отметить также что масло можно использовать не только в пищевых целях как это вообще принято но и в лечебных лечебных и конечно косметология это самое первое все-таки это лучше чем химия ну и в завершение нашей программы я хочу тебя поблагодарить за очередные советы и очередные демонстрации того как можно использовать абсолютно здоровую и правильную пищу в домашних условиях и готовить из нее абсолютно все даже масло вот правда вот сегодня что есть то есть удивило ну хорошо я рада друзья а мы благодарим вас что вы были с нами желаем вам здоровья долгих долгих лет жизни вам и вашей семье питайтесь правильно и хорошая техника всегда вам в помощь а мы рады показывать вам рассказывать мы также сами для себя какие-то вещи открываем вот всем здоровья счастья и долголетия оставайтесь здоровыми и улыбайтесь чаще а мы с вами будем прощаться с вами были Ольга Лебедь и Сергей Рябов до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч